Здравствуйте, с вами влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Я очень удивился, что Снежану Егорову у нас заменил собой Евген Дыкий. Теперь он, можно сказать, Снежан Егоров нашей эпохи. Он главный работник на русскую пропаганду. Он лучший друг Скобеевой, Киселева, Морданов. Он клондайк для российской пропаганды. Позвольте начать со Снежаной Егоровой, а потом объяснить, почему ее роль исполняет сегодня Евген Дыкий. Снежанна Егорова недавно написала пост, что она лично знает того актера, который на Ахмадете при спасении говорит так, что этот врач с окровавленной спиной, она знает этого актера, и эти подлые бандеровцы, они инсценировали. Так вот, я знаю другое, что Снежанна Егорова брехливая тварь. Потому что этот человек, этот челюстно-лесовой хирург, я знаю, как его зовут. Его зовут Голубченко Олег. Он в позапрошлом месяце лично своими руками делал операцию моей дочке, поярковой Софии Сергеевне. Он удалял ей восьмерки в клинике Добробуд. Его туда, как ведущего хирурга Ахмадета, приглашали, чтобы сделать операцию моей дочке. А эта тварючка, Снежана Егорова, из Турции или из Хренурции, она несет пургу для российской пропаганды. Она лживая, мерзость, такая же, как Евген Дикий. Оказывается, Евген Дикий огорошил нас своей глупостью в прямом эфире прямого канала. Он позволил себе помочь российской пропаганде в ее версии про украинский след в покушении на Трампа. Он сказал, а почему у нас... Я в телеграм-канале у себя выложил это идиотское видео, эту глупость жизни Евгения Дикого. Подпишитесь на мой канал, посмотрите. Я там не такой сдержанный на телеграме, могу себе позволить. Телеграм мне ютюб, ну и слава богу. Он сказал, почему никто не пожалел, по мнению Дикого, вот этого покушающего на Трампа, который хотел, по мнению Евгена Дикого, вот чуть ли не избавить мир от вот этого вот трампизма, что тот, этот, блин, убийца, по версии Дикого, якобы, готов был пожертвовать собой ради нас, ради всего человечества он призвал посочувствовать человеку, который решил убить кандидата президента Соединенных Штатов. То есть, я хочу сказать тебе, Женя, лично, в лицо, обратиться к тебе напрямую. Ты же у меня был на программах прямого канала. Смотри, у нас в Украине главная надежда – это помощь США. Без помощи США, без помощи президента США, без помощи Конгресса, Сената США нам задница. Без тебя, дурашлёк пингвиней, мы обойдёмся легко. А вот без помощи, президент, это не твоё собачье, хомячье, пингвинье дело вообще определять и высказываться по поводу мнения моего любимого, работящего американского народа. Потому что я, в отличие от тебя, хомяк недоброжелательный, много-много лет платил налоги в США. И благодаря тому, что платят налоги в США, американцы, которые будут не спрашивать твоего дурацкого мнения, губошлёп ты тупорылый, будут выбирать себе президента. И это не твоё дело им указывать и высказывать на прямом канале. Я сотрудничал с прямым каналом. До чего вы опустились? Как вы можете? Это убожество тупое, антиукраинское выпускать в прямой эфир. Потому что каждый пропагандист будет использовать дурость дикого, его вот эту мордатую пингвинью глупость, которую он продемонстрировал, он посочувствовал покушающемуся на кандидаты от ведущей американской партии. Потому что завтра большинство американцев выберут Трампа. И из вот этого дурашлёпа, из этого безумного болвана будут неприятности у всей Украины. Потому что на твоей совести дурло гибели, смерти наших соотечественников, дурак. Закрой свою тупую хлеборезку, нахрен уезжай к своим пингвинам в Антарктиду. Зачем ты, сволочь, льёшь воду на российскую пропаганду? Ты лучший помощник Путина в Украине. Они ни за какие деньги не купят такого агента, такого скота и мерзавца, который будет помогать Путину в прямом эфире, оправдывая версию Скобеевой о том, что есть украинский след. Тебя же растащат на цитаты. И когда Россия захочет максимально нагадить Украине, твою цитату ты дурачина вытащат. Тебя использует враг по полной программе. Такого вреда, как ты, редкий полковник ФСБ вместе со всем отделом, ухитрился причинить Украине. И у меня вопрос к прямому каналу. Вы же зовете в основном сейчас спикеров, которые забанковывают. Я понимаю, что вы не зовете меня. Это понятно. Тараса Черновола вы не зовете. У вас самый буйный проукраинский спикер – это Володя Цибулько. Я не думал, что я доживу до того момента, когда самым проукраинским невменяемым условным будет рассудительный, спокойный, аналитичный Володя Цибулько. Что-то у нас не так, друзья мои. Я понимаю, что Зеленский лично дал распоряжение убить свободу слова. Я никогда не думал, что он будет убивать свободу слова и убивать вообще Украину с помощью таких инструментов, как Евген Дикий. Евген Дикий, ты теперь по жизни Снежан Егоров. Вот как тебя зовут. У меня нет претензий к антарктическим экспедициям. Куда ты и криви, ну и так дальше. Потому что станцию Академик Вернадский надо поддерживать. И я же тебя, дурака, даже защищал в своих блогах, что отстаньте от дикого. Есть научные исследования. Если мы не будем выделять на них деньги, наша станция закроется, уничтожится. Мы никогда больше ее не получим. Мы потратим, мы просто потеряем гигантские возможности в будущем. Во имя будущего отстаньте от дикого. Женя, где ты видел пингвинов, мать твою, в парусе, на улице Мечникова, на прямом канале, на 24 этаже? Там нет пингвинов. Самый большой пингвин, который пробегал по прямому каналу, это Света Орловская. Все, других пингвинов там не было. А, там еще есть пингвин Матвей Гонопольский. Но он уже так, он уже полупингвин. Потому что он, там нет пингвинов, Женя. Пингвины в другую сторону. Пингвины, это там в администрации президента Зеленского. Вот там пингвины. Пожалуйста, иди к своим пингвинам, а не гадь нам всем здесь своей тупостью. Потому что нельзя, нельзя гадить Украине, оправдывая покушение на возможного президента США. А как нам с ним дальше иметь дела? Это только тупорилый зелья полгода назад обозвал вице-президента, которого выдвинул Трамп, Джея Девенса. Он сказал, что это никто, звать его никак, он в Украине ничего не понимает, и вообще на него не стоит обращать внимания. Я понимаю, что Зеленский потомственный дурак многократный. Зачем ты превращаешься в конченого Зеленского? Почему ты не можешь закрыть свою хлеборезку и помолчать? Зеленского, кстати, тоже касается. Ребята, вы все в политике полные нули. Вы не понимаете, что в политике самое важное искусство промолчать. Которым вы, дурашлепы, не владеете. Пожалуйста, на прямом канале не зовите больше дураков. Личная просьба. А вас, друзья, попрошу написать, что вы думаете по этому поводу. Подпишитесь на мой канал, лайки, комментарии, репосты. У нас украли свободу слова, поэтому мы обязаны компенсировать вранье марафона. А победа будет за нами, потому что за каждым из нас не зажавеет. Субтитры создавал DimaTorzok